В эфире новости 1-го Карагандинского в студии Мирамгуль Салкимбаева. Здравствуйте. Коротко о главном. В пострадавшем от паводков поселке Габидена Мустафина прошла первая ярмарка. Жители села Юбилейное после паводков не могут выехать в областной центр. Сегодня в кинотеатре Саржейлау прошел вечер памяти Батрхана Шукенова. Для жителей поселков и городов пострадавших от паводков начались ярмарки товаров для дома и выплаты компенсации. Первая ярмарка прошла в наиболее пострадавшем от паводков поселке имени Габидена Мустафина. То, что случилось этой весной, жители поселка имени Габидена Мустафина еще долго не забудут. Дом Льва Базилева под снос не пошел, но ремонт капитальный требуется. На сегодняшней ярмарке он приобрел часть нужных ему товаров. Что нас не забывает, видно и по сегодняшней ярмарке. И мне нравится, что это какая-то созданная система в этом мире, не просто так, спонтанно. Нам и гуманитарную помощь, и торгуют, и вот цены на сегодняшней ярмарке. Вот купил пылесос, реально это где-то тысячи четыре меньше. В ярмарке приняли участие 16 торговых домов, магазинов, мебельных цехов и индивидуальных предпринимателей. Жителям районов предлагают товары не только со скидками, но и в рассрочку. Я надеюсь, что мы не последний раз сюда приедем. Мы действительно с хорошими намерениями и надеемся, что население откликнется. И мы не оставим без внимания ни одного сельчанина. Мы постараемся каждому уделить внимание и каждому пойти навстречу и обязательно удовлетворить их нужды. На ярмарке предлагали бытовую технику, мебель, строительные материалы, текстильные изделия и многое другое. Товары, предложенные для реализации на ярмарке, продавались со скидкой до 50%, а цемент и вовсе раздавали бесплатно. У нас присутствуют очень крупные торговые дома. Это такие, как Сулпак, Мечта, Технодом, который продает бытовую технику для людей. Вы видите, как она расходится. Потом у нас присутствуют мебельщики, которые выехали сюда специально. Мы езжали заранее, даже посмотрели, какая потребность у людей есть, чтобы вести именно то, что люди хотят. Для того, чтобы помочь оформить кредит, в поселок приехали менеджеры из трех банков. Такие ярмарки пройдут во всех поселках и городах, пострадавших от стихии. Лариса Хусейнова, Улжас Габасов, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Жители села Юбилейное после сильных паводков в Карагандинской области не могут выехать в областной центр. Всему виной разбитая дорога, которая не позволяет вызвать элементарно даже службу скорой помощи. Николай Кровец разбирался в ситуации. «Все мы едины. Мы вот болеем и не можем добраться ни туда, ни сюда. Ни скорой не приедет. Ничего. И мы как хотим, так и добираемся». Жительница села Юбилейное Галина Гемодиева работает бухгалтером на фирме неподалёку от населённого пункта. Однако теперь женщина не может вовремя появиться в своём офисе, хотя встаёт рано утром. Дорожное полотно после паводков оказалось размытым. Пассажирский транспорт сюда не приезжает уже больше месяца. «Нанимать надо машину. До Караганды – 5 тысяч. А если Шахтинск или Абай – 3 с лишним тысячи. Вот и поставьте людей, которым надо в больницу или куда ехать. Студенты не могут приехать на выходные, потому что связи нет, дороги нет. Автобус не ходит». По этой разбитой дороге транспорт ездить не может. Отказываются водители легковых машин и пассажирского транспорта. Власти обещают восстановить дорогу лишь только к осени, потому что сейчас нет средств. О том, что дорога нуждается в ремонте, власти села Юбилейное знают. После паводков вокруг этого населённого пункта размыто больше 100 километров автотрассы. Уже подана заявка в областное управление жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, чтобы выделили средства на восстановление магистрали. «На сегодняшний день ведётся работа по взрыву скального грунта. Сейчас ждём разрешения. После взрыва мы будем временно восстанавливать дорогу 2 километра общей протяжённостью». Паводковым разрушениям в Карагандинской области подверглись 118 участков дорог, 84 водопропускные трубы и 13 мостов. На ремонт этих сооружений необходимо порядка 3,5 миллиардов тенге, в связи с чем руководством области было направлено ходатайство правительства страны о выделении средств из республиканского бюджета. В настоящее время этот вопрос решается в рабочем порядке. А пока жителям села Юбилейное придётся добираться до места назначения своими собственными силами. Николай Кровец, Жаслан Макулбеков, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. В минувшую субботу в Парке Победы было высажено около 30 хвойных деревьев. В акции озеленения принял участие Аким области Нурмухамбет Абдебеков, который призвал всех жителей региона облагораживать свои города и районы. Ведь субботники до сих пор продолжаются, и на них активно работают более 6 тысяч организаций. Нурмухамбет Абдебеков начал субботник с посадки деревьев. Как оказалось, для главы региона поработать лопатой – дело не новое, можно сказать, привычное. Ведь в молодые годы он подрабатывал дворником. Тогда это принесло будущему Акиму дополнительный заработок и помогло решить вопрос с жильём. Труд всегда идёт на пользу, даёт совет Нурмухамбет Абдебеков. Облагораживая человека, вот такое причастное к большому делу. Сейчас у нас в области идёт двухмесячник санитарной очистки всех населённых пунктов. И в рамках как раз этого двухмесячника сегодня проводится этот субботник. Граждане нашей области приняли активное участие в озеленении и наведении порядка. Их силами всего по области было убрано 11 тысяч гектаров территории населённых пунктов. Ликвидированы свалки, высажены деревья и кустарники. Их в этом году рекордное количество – более 7 тысяч. Можно даже сравнить с небольшим рукотворным лесом. Марат Рахимжанович Тажидденов – труженик тыла. Война застала его семилетним мальчишкой. Он рассказал нам, что, несмотря на преклонный возраст, не пропускает ни один субботник. С удовольствием прошло. Это привычка уже. Я советую молодёжи брать пример со старшего поколения, с ветеранов труда. Если посмотреть, ведь самые дисциплинированные люди – это ветераны труда и ветераны войны. Субботники будут длиться до конца мая. Но работа по очистке и уборке территории не должна быть закончена. И всегда следует помнить – чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Аймам Ренажа Сулама Кулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Стандартная система «Профиль Галвин». Профиль Галвин 60-й серии. Это система четырёхкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Профиль Галвин. Морозостойкий, надёжный, прочный. На производство «Арселор Миттл Тимиртау» прибыли студенты из Индии. Уже долгие годы компания сотрудничает с Институтом информационных технологий, созданного по инициативе главы компании «Арселор Миттл» Лакшми Миттла при поддержке правительства штата Раджистан. Будущих металлургов познакомят не только с производственным циклом комбината, но и с культурой Казахстана. Чем будут заниматься студенты в течение месяца, узнавал наш корреспондент. Более 10 лет в Тимиртау в компанию «Арселор Миттл» приезжают студенты из Индии. Они смогут познакомиться со всеми нюансами металлургического производства и применить свои знания на практике. Металлургический комбинат «Ао Арселор Миттл» Тимиртау – одно из крупнейших предприятий горно-металлургического сектора региона. Поэтому студенты к своей практике относятся с особым вниманием и трепетом. Никита Васудыван давно мечтала отправиться на практику в другую страну, а именно в Казахстан, в город Тимиртау. Мощное производство может многому научить. Ее основная специальность – это компьютерные технологии и компьютерные коммуникации. Такая практика – это замечательная возможность для всех нас. Мы можем узнать много нового. Что касается нашей профессии, хотим увидеть своими глазами, как работают люди в другой стране. Не так важно, в какой именно стране мы будем работать. Главное, чтобы знания были и работа была любимым делом. Практика в Казахстане для студентов из Индии – не только труд, но и отдых. Они смогут посетить культурно-развлекательные места города, а также отправятся на экскурсию в Астану и Караганду. А уже в конце недели начнутся водные лекции и экскурсии по заводу. Вместе с будущими специалистами приехал их куратор. Он говорит, что в Тимиртау есть большие возможности по работе с молодежью. Есть чему поучиться иностранным специалистам. Основной целью данной практики является подготовка молодых студентов для их дальнейшего профессионального роста и развития компании. Ведь уровень подготовки и профессионализм зависит от начальной базы. Основной целью данной практики является подготовка молодых специалистов, для их дальнейшего профессионального роста и развития компании. Будут разделены на две группы. То есть у них будут проходить занятия в нашем отделе по обучению и развитию персонала, а также будет проходить практика в цехе. То есть непосредственно уже они посмотрят автоматизацию, как происходит у нас на предприятии. Как говорят студенты, им всегда было интересно узнать не только, что относятся к их основной специальности, но и о том, как работают крупные металлургические предприятия. Именно здесь студенты на протяжении многих лет будут получать профессиональную базу. Как подготовить школьников к единому национальному тестированию? Педагоги и психологи озадачились непростым вопросом. Прежде всего, к сотрудничеству призывают родителей. В школе номер 62 прошел специальный семинар, где взрослым дали практические советы. Объясняли, как себя вести и чего не следует говорить ребенку в ходе подготовки к сдаче тестов. Такая акция по профилактике суицида прошла во всех школах нашей республики. Вместе с родителями выпускников на тренинге побывал и наш корреспондент Аим Амрина. Актовый зал школы едва вместил в себя родителей выпускников. Послушать дельные советы специалистов пришли мамы, папы и даже бабушки. Взрослых, пожалуй, больше всех волнует предстоящее тестирование. Ведь именно им приходится успокаивать и поддерживать своих чат. Специалисты объясняют, не так страшно единое национальное тестирование, как его представляют. По их словам, самый простой способ уберечь ребенка от стресса – это разговоры, объятия и улыбка. Чем больше внимания, тем меньше вероятность замыкания и депрессии у ребенка. Они будут, пользуясь эфиром, в первую очередь пожелать всем родителям, детям которых сдают ЕНТ, самое главное – не переживать, психологически поддерживать своих детей. В прошлом году ни одного не было суицида. Именно связано с ЕНТ сдачей. В учреждении лишения свободы АК-159-20 осужденным не платили заработную плату. Об этом стало известно в ходе проверки органами прокуратуры. Люди исправно трудились, но деньги на их счета не перечислялись. 11 заключенных работали в коммунальном государственном предприятии благоустройства, занимались уборкой улиц и других территорий. Под бдительным надзором конвои исправно выполняли свои рабочие обязанности, но зарплату с начала года практически не получали. Ее им должны были переводить на специальные счета. Но компания-работодатель всякий раз задерживал выплаты. Задолженность составила более 150 тысяч тенге. По данному факту прокуратура города Шахтинск несено предписание на имя директора данного предприятия. В результате имеющаяся задолженность погашена. Сегодня в кинотеатре Саржайлау прошел вечер памяти Батырхана Шукенова. Карагандинцы в день его рождения пришли почтить память и послушать песни любимого исполнителя. Подробнее в следующем сюжете. Сегодня ему могло бы исполниться 53 года. В память о любимом музыканте и певце сегодня живой концерт. Карагандинские артисты и горожане исполнили на сцене знаменитые песни Батырхана Шукенова. Зрители не сдерживали слез. Очень уважаю творчество Батырхана Шукенова. Как профессионального певца и как профессионального инструментариста. Я услышал его исполнение и пора, и тоже мне захотелось играть. Очень уважаю. Помимо выступлений карагандинцы смогли посмотреть документальный фильм о Батырхане Шукенове. Такие вечера прошли во многих городах Казахстана. Людей объединяют прекрасные песни и память об артисте. Амина Смакова, Исланбек Аспанов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Геннадий Головкин одержал досрочную победу над американцем Вилли Монро-младшим и таким образом защитил титул чемпиона мира по версии WBA, IBO, WBC в среднем весе. Казахстанцы в честь такой победы посвящают своему кумиру песню. Ее послушала Иаим Амрина. Фанаты Геннадия Головкина, они же интернет-блогеры, развернули целую кампанию в поддержку известного боксера. Сотни постов с пожеланиями победы и даже песня в честь кумира. Видимо, горячая поддержка принесла свои плоды. Минувшая встреча 3G прошла в США в штате Калифорния. Казахстанский боксер лидировал уже в первом раунде и в последующем дважды отправил своего противника в нокдаун. После второго раунда Геннадий Головкин дал Монро временную передышку. В третьем, четвертом и пятом периоде Вилли выступил довольно неплохо. Судьба встречи решилась на шестом раунде. Подарив зрителям незабываемое шоу, наш земляк отправил своего соперника в нокаут. Монро по прозвищу Мангуст хоть и пришел в себя, но продолжить борьбу отказался. Дает тому шансы, то есть устраивает зрелище. Посмотрите, он не пришел в себя. Это 33-я по счету победа казахстанского боксера. Пока на его счету поражений нет. Следующий выход на ринг чемпиона мира состоится в сентябре текущего года. Имя его оппонента неизвестно. Гонорар Головкина за это шоу составил полтора миллиона долларов. Айя Мамрина, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В футбольном клубе «Шахтер» новый исполнительный директор. Им стал Сергей Егоров, бывший спортивный руководитель калининградского клуба «Балтика». Более 20 лет назад спортсмен жил в Караганде и играл в составе горняцкой команды. В своем выступлении назначенный руководитель пообещал за один месяц вытянуть команду в шестерку лучших. Тем самым признался, что берет на себя роль кризис-менеджера. Сергей Егоров родился 23 апреля 1973 года. Свою спортивную карьеру начинал в Тимиртаусском Булате. Выступал в высшей лиге чемпионата Казахстана. Прошел российские клубы «Энергия», «Заря», «Балтика», «Садовик». Вернуться в Караганду в родной «Шахтер» решил почти сразу. Здесь живут все его родственники. О состоянии футбольного клуба и причинах прошлых фиаско новый директор говорит с осторожностью. Но тем не менее заверил всех, что в скором времени о «Шахтере» вновь заговорят с гордостью. Однако всех секретов пока не выдал. Известно только, что состав команды остается прежним. Одной из проблем в подготовке футболистов Сергей Егоров считает нехватку дополнительного стадиона. Одного для команды мало. Так как в ходе тренировок газон на площадке быстро изнашивается. Это очень большой минус при игре. Встречу Егоров завершил на оптимистичной ноте. Самим должен показать свою работу. Говорить красиво можно долго. Делать дело – это очень сложно. Поэтому мы же тоже будем оценивать проведенную работу. Мы к этому готовы. Только время покажут, правильно мы делали или нет. Это была последняя новость. Если у вас есть полезная информация, звоните к нам по номеру 420649. Я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Аман Сауголамстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова